Восемь вечера в Украине, на Интере, время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Екатерина Лысенко, и смотрите в выпуске. Почтовая комедия. Кто стоит за вросом так называемой переписки Суркова? Контрабанда по-крупному. Как помощник депутата Сейма Польши, украинский янтарь пытался вывести. Напомнили о себе, из-за чего правый сектор грозит объявить мобилизацию. Большое дело Януковича до конца года передадут в суд. Об этом заявил генпрокурор. По словам Юрия Луценко, большая часть материала в нем – это работа военной прокуратуры, а экономическую часть до суда доведет новосозданное управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Реорганизация в ГПУ, уверяет Луценко, должна ускорить передачу дела в суд для заочного осуждения. Вместе с тем ведется расследование и меньших дел, связанных с беглым президентом. В суде уже лежит дело о захвате Януковичем лесничества Сухолучья, а в ближайшее время там займутся и захватом Межигорья. Мы должны подать до конца этого года великую справу про государственную зраду. Она будет включать в себя эпизоды. Узурпация влады, доведение до деятельности Збройных сил Украины, развал службы безопасности Украины, снищение информационной безопасности Украины, нанесение великих збитков экономической безопасности Украины, перехват на бок врага, что привело к втрате территориальной целостности суверенитета Украины. Кроме того, Юрий Луценко прокомментировал и обвинение на РДП Сергея Лещенко. Напомню, тот заявлял, у генпрокурора есть дорогая недвижимость в центре столицы, оформленная на бухгалтера его жены. От элитного жилья генпрокурор открестился и заявил, благосостояние семьи обеспечивает старший сын. Задержание адвоката Андрея Цыганова. Цыганкова связано с сепаратизмом. Напомню, вчера его допрашивало СБУ и сегодня стали известны подробности. Цыганков был задержан, доставлен в службу безопасности в рамках расследования финансирования сепаратизма. Что это за дело, в сообщении СБУ не говорится, сказано только, что полученным фактом дают правовую оценку. Мы сегодня связались с Цыганковым по телефону. В разговоре он опроверг все обвинения в свой адрес. Говорит, сотрудники СБУ допрашивали его в качестве свидетеля по делу Анищенко. Также адвокат заявил, что в ведомстве нарушили гарантии адвокатской деятельности, изъяв у него досье клиентов. Второй день интернет штормит от плана Шатун. Коварные замыслы по дестабилизации Украины, якобы обнаруженные во взломанной почте Владислава Суркова, помощника российского президента. Но и политологи, и некоторые парламентарии распознали во всей этой операции авторский стиль вовсе не Кремля, а некоторых представителей Народного фронта. Подробнее наши корреспонденты. Сенсация от украинских хакеров, некая киберхунта, якобы взломала электронную почту помощников российского президента Владислава Суркова. На двух листах переписки план по дестабилизации ситуации в Украине. Кодовое название Шатун. Среди главных пунктов раскрутка сепаратизма в Закарпатье и досрочные парламентские выборы. Последняя возложена на три полицилы. Батькивщину, оппозиционный блок и радикальную партию Ляшко. Сроки реализации – ноябрь-март. Но политологи сразу усомнились в подлинности публикации. Но если эксперты сразу заподозрили фальшивку, то советники главы МВД Зорян Шкиряк и Антон Геращенко, напротив, молниеносно подтвердили взлом почты Суркова «Правда». Подтвердили, как всегда, в Фейсбуке. Любой человек, маломальский, знакомый с стратегическим планированием, прекрасно понимает, что это сделано на коленке третьесортными специалистами. И разве что такой великий специалист по конспирологии, как Зорян Шкиряк, могут достоверить подлинность этого документа. У политтехнологов со стажем эти документы изначально, даже беглое знакомство, дало однозначное заключение, что это фейковое. Не верит в подлинность писем и политолог Константин Бондаренко. На своей странице в Фейсбуке он приводит сразу 10 пунктов в пользу фейка. К примеру, он не уверен, что помощник российского президента так хорошо разбирается в украинском политикуме и знает все фамилии наизусть. Публикации, кстати, те написаны без расшифровки. Кто этот человек и чем он занимается? Ложную информацию называют и нардеп Ольга Червакова. Она также засветилась в опубликованных документах. Считает, это дело рук от Народного фронта Николая Княжицкого. Николай Княжицкий, известный своим гипертрофированным эго и подростковой обидчивостью, решил инсценировать скандал, чтобы публично расправиться со своими оппонентами за провал закона 4303. Никогда еще кум Севковича не был так близок к провалу. СБУ уже назначило экспертизу опубликованной переписки Суркова, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, Сурков не имеет к этому никакого отношения. Елена Митясова, Александр Пантелеймонов и Ольга Клюева. Подробности телеканал Интер. Закарпатский губернатор тоже сегодня высказался о плане Суркова, назвав его откровенной фальшивкой. Никаких перспектив и предпосылок к созданию в Закарпатье республики, по примеру ЛНР и ДНР, нет, утверждает Москаль. Больше материали Марина Коваль. Согласно якобы темнику Суркова, расшатать ситуацию должны на самом крайнем западе, в Закарпатской области. В переписке целый план конкретных мероприятий. Руководитель Закарпатской госадминистрации говорит, вся информация, которая касается области, не соответствует действительности. Попросту высосано из пальца. Сказано про великое русинское объединение в Румунии, кого вообще не существует. Значит, там себе все инфектируют, как украинцы. Мне очень понравилось захватить аэропорт Ужгород. Кто бы его захватил, отремонтировал и запустил летаки? Я с великим удовольствием, чтобы допомогу это сделать. Никаких сепаратистских настроев не имеет. Опорной силой ЗНР Закарпатской народной республики якобы должны стать русины. Но эксперты, которые знают область, говорят, политически активного русинского движения в регионе нет. На Закарпатті політичных русиньев таких нема, активных мається на увазі. Всі наши найвідоміші русини, вони живуть за межами України. Це так званий премьер-міністр Гецко, який живе в Росії. Є кілька таких, що живуть в Чехии, в Словаччине. І вся їхня деятельность зводиться до написания постів у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Реально вони не мають жодного впливу на ситуацию на Закарпатті. Це люди, вони ніхто. В СБУ подтвердили слова журналиста. Главні лідери Русінов действительно за границей. В Україні їм грозит уголовна ответственность. Вони объявлені в міжнародний розыск. А що касається російських спецслужб, то вот вони активно пытаються вербувати закарпатців для дестабілізації ситуації. Впродовж 2014-2016 років слідчі управління СБУ в Закарпаттській області зареєстрували 25 кримінальних проваджень про злочини проти основи національної безпеки України. З них 7 вже були скерувані до суду. Були зруйновані плани російських спецслужб дестабілізувати обстановку в регіоні і втілити антиукраїнський план створення так званого республіки Підкарпатська Русь. Маскаль заявив, що гораздо більш важлив, чем сепаратизм, для регіона остається проблема ростопреступності. І тут він видит бездейство з боку правоохранітельних органів. Країна в глубокій депресії. Зброї не контролювано, і міліці ніяких не приймає мір про вилучення її з незаконного обігу. Що тяжко прийти в людей, спитати, де незаконні пилорами знаходяться. Та будь-я людина скаже, ну, нема кому. Так що жителі Закарпати сьогодні тревожить не стільки сепаратизм, скільки бесконтрольний оборот оружия, вооружённые конфлікты, як, наприклад, перестрелка в Мукачеве і Драгобраті, виробка леса і контрабанда. Але о них в планах Суркова ні слова. Марина Коваль, Юрий Ковалів, подробності телеканал Інтер, Ужгород. Контрабандна вульниця в Україні достигла таких масштабів, що на нелегальном вывозі попадається даже очень крупна рыба. На Янтере і сигаретах погорел помощник депутата польського сейма. Його задержали накануне поздно вечером на пропускном пункте Краковец. Нарушитель попросил проїхати вне очереди, мол, очень спешит по делам государственной важности. Як доказательством показав Кусмо от депутата. Пограничники решили проверити його машину, а во время досмотра нашли под задним сиденьем і в багажнике 2500 пачок сигарет і почти 12 кг янтаря. Бурштин і сигареты були приховані під задніми сидіннями, були виготовлені такі таєнники, і вони там були дуже так, ювелірно і грамотно були складені. Бойці правого сектора объявляють мобилизацию і грозяться закрити Печерський суд і генпрокуратуру, як їх соратник, Александра Сачко, посадить за решетку. Об этом говориться в заявлении на сайте организации. Напомню, Сачко задержали вчера во время допроса в ГПУ, куди він якобы явився добровольно в місті зі своїм адвокатом. Бувшого руководителя Закарпатської організації правого сектора подозрівають в террорізме і созданні незаконного вооруженого формування, в тому числе в причастності к перестрілці в Мукачеві в іюле прошлого року. В генпрокуратурі факт задержання бойця правого сектора підтверджають. В Авдеївській промзоні стрільба не умолкає не на день. Этой ночі боєвики били по позиціям военних із самоходних артустановок і минометів. Днімной бой в матсюжеті Ірина Баглай. Стріляє. Це панав? Так. С пулеметом. Любове передвиження і со сторони боєвіков летять пули і гранати. Це вже під панавлі. РАК. І з їхній сторони також також розв'язок розв'язок патрульні стрільня. Окопи противника з крайнего рубежа можна увидеть невооруженним глазом. Пока для военных команда перемиря, для боєвіков це вже як сигнал. Українські солдати приказ не нарушат, можна укрепляться в полний рост. Ось прямо їхнія позиція. Ось там у них блендаж. Ось там у них утеса стоять, там работать панав. А вот нашим защитникам приходиться зарываться в землю под огнем. Крымська я был. Лисичанск. Вражеский огонь становится интенсивнее нашим бойцам приходится давать отпор. В руки берут оружие незапрещенное договоренностями. Хоть не вгомон и, а? Сейчас будет тишина а через 5-10 минут за ней опять ночью пролетает как 10 минут. Этой ночью снарядами самоходных артустановок наемники разрушили три дома недалеко от промзоны. Хорошо, говорят армейцы, никто из мирных жителей не пострадал. Сегодня по нам працювало миномет 120, САУ 120, 152, прямо по позициям тут было дуже багато прилетов. Більше 40. Навернями працюють. Виходят у них пара позиций. Танк выходит пару раз выстрелил по нашим позициям. Ведешел в другую сторону звитом. И ховается. И они где-то с Макеевки с Ясиноватой стреляют. И еще одна у них позиция, где они стреляют со Спартака. То есть тут с Донецкого аэропорта. Под артобстрел боевики снова пытались пройти в тыл к нашим военным. Такие вылазки диверсионные группы проводят каждую ночь. Мы их называем червячками. Они как бы так вот идут. Бросают именно в той позиции. То есть с этих позиции выражают туда к нам гранаты. Два раза в этом районе лезли. Наш разговор снова прерывает пулеметная очередь со стороны врага. Мы попали в самый разгар. И только выстрелом из гранатомета удается добиться тишины. Пока короткая затишье. Им нужно воспользоваться, потому что интенсивность стреляется сейчас на промзоне такая, что и днем слышно, как стреляют вражеские пулеметы и в ход идут РПГ. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В результате конфликта на Донбассе пострадали миллионы украинцев, беженцев почти два миллиона. О последствиях конфликта на востоке Украины в совбезе он рассказала Ирина Герасченко. Первый вице-спикер Верховной Рады выступила с докладом в рамках дебатов на тему «Женщины мир-безопасность». Говорила она русском, чтобы ее услышали и в России. Каждый четвертый, находившийся в заключении боевиков, подвергался насилию или стал свидетелем такого насилия. Эти факты дают представление об истинной ситуации с правами человека, вернее, бесправием, на временно оккупированных территориях Украины. Об Украине говорил сегодня и генсек НАТО в преддверии конференции министров обороны Альянса он пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. О чем спрашивали и какое настроение царит в самой влиятельной мировой оборонной организации, знает София Гордиенко. Начал с толтербекс анонсов того, что будут обсуждать министры завтра. В первую очередь это те решения, которые уже были приняты и одобрены. Усиление присутствия в Черном море, а также вопросы кибербезопасности. От кого будут защищаться конкретно генсек НАТО не сказал, фамилии не назвал, но и так понятно. Не так много в Европе угроз. Мы развиваем инфраструктурные возможности стран-членов Альянса для быстрого перемещения наших сил по Европе, а также улучшения киберзащиты наших операций. После такого пятиминутного анонса полчаса вопросов и ответов и первое же, чем живо интересовались Россия и Сирия. Удары ухудшают и без того ужасную гуманитарную ситуацию в Алеппо, поэтому мы призываем Россию остановить бомбардировки. Говорил генсек НАТО и о нашей стране Йенс Столтенберг гарантировал Украине всестороннюю поддержку Альянса. НАТО обеспечит политическую и практическую поддержку Украины, в том числе и в давлении на Россию для выполнения минских обязательств. Конечно, как и всякий порядочный западный политик, а Йенс Столтенберг является именно таким, он закончил свою речь оптимистично, сказал, что Североатлантический альянс всегда открыт для диалога с Россией. Никто не хочет ни новой колодной войны, ни гонки вооружений. София Гордиенко, Василий Трешковский, подробности, телеканал Интербрюссель. Мощный взрыв прогремел в турецком городе Анталия. 15 человек ранены. Рвануло на парковке возле офиса торгово-промышленной палаты. Взрыв был такой силы, что вылетели стекла в здании, на парковке повреждены несколько машин. Полиция пока не называет произошедшее терактом. Впрочем, другие версии тоже пока не выдвигает. Два месяца назад во время митингов в поддержку правительства сработало самодельное взрывное устройство. Два человека получили ранение. Турция готова начать наземную операцию в Ираке. Об этом заявил министр иностранных дел Мивлютчеву Шоглу в эфире одного из местных телеканалов и подчеркнул, что Анкара готова воевать не только на земле, но и с воздуха. По словам Чавушоглу, Турция располагает четырьмя истребителями F-16, которые могут в любое время присоединиться к международной коалиции в Ираке. Антитеррористическая операция в Германии. Сегодня немецкая полиция провела рейды в пяти землях, в квартирах и приютах для беженцев, где живут выходцы из Чечни. По данным СМИ, обыски прошли у 14 человек, все они россияне, выходцы из Чечни, которые просят об убежище в Германии. Правоохранительные органы подозревают их в финансировании терроризма. Детали операции полиция не разглашает. Известно только, что на группу вышли в ходе расследования дела 28-летнего гражданина России с чеченскими корнями. Его подозревают в связях с ИГИЛ и подготовке антигосударственного преступления. Возможно, теракта. Зачистка джунглей. Лагерь для мигрантов во французском Кале начали сносить. Вчера вывезли почти 2,5 тысячи его обитателей. Переселение продолжается и сегодня. О том, как идет зачистка, материал нашего британского субкора Светланы Чернецкой. Лагерь в Кале просыпается задолго до восхода солнца. Беженцы смиренно строятся в очереди на выезд. Худшие опасения о возможных протестах мигрантов не подтвердились. Правда, избежать давки и потасовки с полицией сегодня не удалось. Люди растеряны. Многие со вчерашнего дня ждут распределения. Процесс идет медленно. Но, несмотря на задержки, французские власти решили без промедления перейти к зачистке лагеря. Рабочие вручную разбирают эти самодельные пристанища. На первом этапе запускать бульдозеры в лагерь не спешат, чтобы не провоцировать мигрантов. Но уже до пятницы поселение перестанет существовать, предполагают власти. Ни британское, ни французское правительство не могли позволить людям и дальше жить в таких условиях. И ни одно правительство не будет терпеть контрабандистов, которые, рискуя жизнями людей, зарабатывают на доставке их до точки назначения. Зачистка лагеря это наше законное и моральное обязательство. Из лагеря в Кали автобусы развозят мигрантов в 18 регионов Франции. Беженцев размещают в специально организованных центрах. И каждому предлагают два варианта развития событий. Либо депортация, либо помощь с заполнением документов на получение убежища. То, чего до последнего избегали мигранты. Регистрация во Франции предполагает, что они должны жить в этой стране. Но люди месяцами, а то и годами оставались в джунглях Кали только потому, что надеялись попасть в Великобританию. И похоже, расстаться с мечтой о Лондоне готовы далеко не все. По приблизительным подсчетам, около двух тысяч обитателей Кали не собираются покидать это ближайшее к Англии французское побережье. Вы знаете, я уже ничего не боюсь. Не боюсь даже попасть в тюрьму. Я хочу в Англию. Только в Англию. Лондон же не преклонен. Здесь согласились принять исключительно несовершеннолетних беженцев, у которых есть родственники в Британии. Таких уже около двух сотен. Ожидается еще как минимум столько же. С новоприбывшими уже немало проблем. Во-первых, не хватает мест для их размещения. Принимать беженцев уже отказался каждый четвертый местный совет Англии, заявив, что не собирается нести ответственность за новичков. Не утихает и скандал вокруг вопроса о возрасте мигрантов. Многие, в том числе и депутаты, опасаются, что большинство беженцев, приехавших в Лондон, намного старше 18-ти и попали в страну обманным путем. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала «Интер». Вопросы о безвизовом режиме для Украины могут поставить на голосование в Европарламенте до 24 ноября. Об этом заявила докладчик по визовым вопросам Мария Габриэль. Она отметила, что само голосование может состояться еще до саммита ЕС Украина, запланированного на эту дату. Но прежде свое слово должен сказать Совет ЕС. И только потом начнутся переговоры между основными европейскими институтами, Еврокомиссией и Европарламентом. На днях президент Порошенко также заявлял, что Украина получит безвиз до 24 ноября. А на заседании Национального Совета экономических реформ Петр Порошенко сообщил, что в рейтинге легкости введения бизнеса Всемирного банка Украина поднялась сразу на три пункта и занимает теперь 80-ю позицию. В частности, в стране отменен сбор за регистрацию бизнеса и сама процедура занимает меньше времени. Президент отметил, что стране и дальше надо улучшать инвест климат и не жить одними кредитами. В частности, вспомнил о недавнем запуске электронного кабинета налогоплательщика, который исключает коррупционную составляющую в процессе подачи отчетности. На сегодняшний день створюется электронный кабинет платника податков. Ключевая антикоррупционная инициатива, которая унеможливает получение хабаря. Ты в процессе сдачи податковых докладных известностей и всего не общаешься. И вот электронный кабинет платника податков это абсолютно новая институция, которая кардинально изменяет не только обличие податковой или фискальной службы, кардинально изменяет обличие государства. Нам нужно очень быстро принимать эти решения, проводить в жизнь и далее мониторить ситуацию, что еще нужно изменять для того, чтобы бизнес чувствовал себя независимым. Тогда он будет развиваться, тогда он будет размноживаться. Поэтому в неволе никто не может творить много прекрасных вещей. И вот сейчас есть неволя. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Деньги на дне. Как тендер выигрывают свои и кто покрывает миллиардные махинации в Одесском порту Южной? С тяпками и палками почему львовские полицейские не способны сами себя защитить? Перевернутые отходы почему львовский мусор не доехал до Киева? Печерский райсуд отстранил Анатолия Федорука от должности мэра Бучи. Это пригород Киева. Напомню, в июле Юрий Луценко сообщил, что Федорук и мэр соседнего Ирпеня Владимир Карплюк подозреваются в незаконной передаче в 2006-2012 годах 900 гектаров леса ближайшему окружению и нужным людям из Киева. В частности, 14 гектаров якобы достались бывшему первому вице-спикеру Игорю Калетнику. Две недели назад ГПУ сообщило Федоруку о подозрении. Если бы на чиновника будет доказано, ему грозит минимум шесть лет заключения. Как получить деньги из госбюджета не привлекая внимания? Ответ на этот вопрос знает глава МВД. Во всяком случае, так утверждает нардеп Сергей Лещенко. По словам парламентария, одна маленькая фирма могла намыться на черноморских глубинах миллиарды. Подробнее об этой истории в следующем материале. Одесский порт Южный. Тендер на дно углубления. Победитель фирмы Яндынул Украина. Нардеп Сергей Лещенко в прозрачности конкурса сомневается. По его словам, в последний момент компания поменяла своих владельцев. И стопроцентно бельгийская фирма стала наполовину офшорной, а ее новым директором помощник депутата от Народного фронта. Одночасно произошло изменение директора. Директором цієї фирмы стал помощник депутата Файермарка так само от Народного фронта. Оскільки существует информация про то, что Аваков куратором от Народного фронта Министерства инфраструктуры, а саме Министерство есть в квоте Народного фронта и министр призначен за квотой Народного фронта. Відповідно, я уверен, что этот тендер отбывался конкретно под переможцем под депутата от Народного фронта. В порту не хватило денег. Завершать процесс власти решили в феврале и объявили тендер. Результаты оглашать не спешили. А когда всем стало известно, кто победил, в дирекции порта пояснили, мол, эта компания попросила самую низкую предоплату. Но вот у Лещенко данные другие. По его словам, еще одна компания, которая участвовала в тендере, предложила на 100 миллионов меньше. К тому же предприятие на 100% голландское, без сомнительных офшорных фирм. Но оно проиграло. 100 миллионов гривен только на этом аспекте собирались присвоить. Я не скажу уже про то, что там, очевидно, были завышены вартости работы. Я нанеслав депутатский запит с выголошением на трибуне до Национального антикоррупционного бюро плюс звернение до Луценка и генпрокурора. Чекаю на их ответ. Также один из участников тендера подал жалобу в антимонопольный комитет Украины. Заседание по этому вопросу состоится 3 ноября. В свою очередь администрация морских портов Украины расценивает заявление нардепа как давление на членов антимонопольного комитета и просит воздержаться от манипулирования фактами. Мол, политизация данной темы ухудшит репутацию Украины на мировом рынке. Но эксперты считают иначе. На мою думку ця история сьогодні має стати справа номер один в діяльності Національно-антикорупційного бюро. Якщо хоча б частина з того, що Лещенко прилюднив правда, то там матеріалів на кілька кримінальних справ. І якщо вдасться встановити зв'язок між суб'єктами господарювання, депутатами від Народного фронту, їхній зв'язок з Аваковом, то може виникнути питання про відставку самого міністра і про позбавлення депутатських повноважень, депутатського імунітету ще не менше кількох депутатів від Народного фронту. 21 октября прем'єр Владимир Гройсман отменил гостендер на углубління дна порта Южный. Должны назначить новий, прозрачный і публичный. По словам експертов, якщо б вокруг цього дела не поднялась шумиха, Україна в итоге потеряла бы не тільки миллиард із госказны, але й репутацію середі зарубежних партнёров. Від результат тендера і победа компаній з сомнительними владельцями вже вызывает багато вопросов, не говоря о возможной причастності к цим схемам чиновників самого высокого уровня. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробності телеканал Интер. Прокомментировать эту ситуацию ми попросили і одеського губернатора. Михаила Саакашвили пообіщав рассказати обо всім завтра. Дело Александра Орлова в Центре Внимання в Одесі. Напомню, лідера местной ячейки оппозиційного блока обвиняют в разгоне митинга февраля 2014 года в Одесі, когда он занимал должность вице-губернатора области. На прошлой неделе суд первой інстанції отказался взять политика под стражу і вот сегодня прокуратура пыталась оспорити це решення в обласному апелляційному суді. В ході засідання судді попросили сторони обвинення предоставити доказательства і объяснити, почему ведомство настаиваєт на аресте оппозиціонера. Ответить по сути прокурор не змогла. В итоге судді объявили перерыв до четверга. Сам политик все обвинення в свой адрес отрицает, а происходящее называет политической травлей оппозиційного блока. Є матеріалі з правого власного? Для цього необхідно діляти перерыву. Я буду просить. Ви в суд шли? Їх більше, ніж 40 тумів. Нам потрібні нам всі тума, нам потрібні тільки ті докази, на які ви посилаєтесь. Із процеса в процес, із суда в суда повторяється одно і то же то, що написано в підозрі. То есть никаких новых доказательств не пред'являється, не не объясняється, почему именно такая строгая мера должна быть применена. В Римненской області продолжат судить бывшого начальника Сарницкого райотдела милиції. Его адвокату не удалось добиться возвращения уголовного производства в прокуратуру. Ігор Харитонов прославився тем, що во время телефонного разговора в нецензурной форме требував у подчиненних покинуть место незаконной добычи янтарям. Летом в прокуратуре открыли уголовное производство по статье вмешательство в деятельность правоохранителей, которая помешала пресечению преступления. Суды продолжаются до сих пор. Игорь Харитонов руководил Сарницким райотделом милиції. Но аттестацию не прошел. На сегодняшнее заседание ни он, ни адвокаты не явились. Патрульным во Львовской области пришлось отбиваться от местных жителей, вооруженных садовым инвентарем. Таким образом, многодетные родители защищали своего нетрезвого отпрыска. С чего все началось и в чем же причина конфликта, знает Галина Якушко. На этом видео патрульные полицейские пытаются остановить «Жигули». У него не работают поворотники и эксплуатация такого авто нарушение. Но водитель игнорирует требования патрульных и останавливается, только доехав до собственного дома. Выбегает из автомобиля и мчится в дом. А во дворе начинается потасовка. Двое женщин и двое мужчин с лопатами напали на патрульных. Угомонить селян удалось только выстрелом в воздух. Один из полицейских получил телесные повреждения. Насколько тяжелые должна установить медицинская экспертиза. Вылетел на нас с сапками. Почали бить, мотикаться, кричать. Наши задние зауважения не реагировали. В начале мотикой хотели ударить на нашу службу автомобилю. Я ему крикнул, что он не был. Один из них накинулся на шею и начал подусить и кинули меня на землю. Выяснилось, за рулем жигулей находился 17-летний Василий Царевич. Водительских прав у него нет. Отец Василия показывает автомобиль. Утверждает, там все работает и вообще все нормально. Его сын, мол, далеко на ней не ездил. Только выехал на грунтовку и тут же попался. Ну а драку с патрульными глава семейства объясняет так. Он просто защищал своих детей, а их семье 12 от патрульного, который пытался ворваться в дом и отбивался не тяпкой, а лопатой. Женка открывает двери, малый скакивает до хаты, а женщина ломает по руку. Вот это, когда он встал, у него двери мы припираем и до хаты влевался. Мы уже начали ждать оборонить, другая летит, тогда охопит держака, за ним, понимаете, он не будет текать. Тогда он дарил малого раз, другого, тогда малый заскочил на него. После обследования несовершеннолетнего водителя выяснилось, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Соседи беспокойной семейки говорят, такое поведение парня на совести его родителей. Следователи уже открыли уголовное производство по факту насилия над полицейским. Виновным грозит до трех лет лишения свободы. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интерлевская область. Труд парламентария вне подорожает. Зарплаты им поднимать не будут, сообщил сегодня спикер Андрей Порубий. Через неделю заверил он, Рада планирует отменить это решение. Прокомментировал резонансное постановление и премьер, мол, в госбюджете денег на повышение зарплат нардепам нет. Об этом Владимир Гроссман сообщил после презентации новой программы по децентрализации ДОБРЭм. Финансирует ее агентством международного развития США. Бюджет программы 50 миллионов долларов, 25 общин из разных областей Украины агентство уже выбрало. Остальные 50 станут известны в следующем году. Помимо международной поддержки, деньги, по словам премьера, выделяют и из госбюджета. Сегодня мы имеем полноценную финансовую децентрализацию, я думаю, что каждый может это подтвердить. А цифры говорят про то, что бюджеты местные по ревне с минулым роком уже взросли на 34 миллиарда гривен. Пять лет будет работать программа поддержки территориальных громад. Это очень амбициозная реформа, потому что она требует территориальной реорганизации и предусматривает создание более тысячи объединенных общин. Наша программа рассчитана на 75 общин. Это финансирование позволит им обеспечить более качественные услуги в сфере образования, здравоохранения экономики, эффективнее бороться с коррупцией. Норковая мантия. Экстравагантный внешний вид судей Чугуевского районного суда вызвал бурю негодования в соцсетях. Фото опубликовал военный прокурор, случайно застукавший в таком обличии вершителя правосудия. Сегодня наши корреспонденты проверили, из чего же сшита судейская одежка. Судья в норковой мантии. Теперь я видел все. Это сообщение в фейсбуке от военного прокурора Игоря Нимченко вызвало целый шквал комментариев и фотожап в соцсети. Прокурор даже опубликовал видео, чтобы подтвердить подлинность фотографии. В герое ролика пользователи интернета узнали судью Чугуевского городского суда Александра Ковригина. Чтобы увидеть это своими глазами, мы отправились в Чугуевский суд. Александр Сергеевич Ковригин как будто ждал, с удовольствием продемонстрировал свой предмет гардероба. Что это было? Это называется казачья бурка. Подарочная. Его вам подарил? Нет, она называется. А, называется. Да, я ее приобретал. Одевается она тогда, когда я хожу из корпуса в корпус. Ну, очень удобно. Застегнул и все, вот, тепло. Это когда я выхожу из моего кабинета и иду в корпус. У нас на расстоянии 50-70 метров холодно идти, поэтому очень удобно накинул. Тепло и удобно. Судья даже дает пощупать предмет гардероба. Чего это она? Норочка? Искусственный мех, норки. Стоимость 320 гривен из кусочка. А где вы купили такое? А у нас есть цех, который щет из отходов вот этого производства швейного. стоимость 320 гривен. Судья Ковригин говорит, Чугуев казацкий край. Бурка казаку и одежда и постель. Вот и перенял фасон. Оригинально, тепло и дешево. Автор фотографии в фейсбуке уже принес свои извинения за ошибку смеха, если его честь склонен к такого рода чудачествам. Но добавил, что экстравагантный внешний вид не добавляет уважения к служителям Фемиды у сограждан. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности телеканал Интер Харьковская область. Ехал, но не доехал. Фура со львовским мусором перевернулась на трассе Киевчоп в районе райцентра Дубна. Предварительная причина аварии лопнувшее колесо автомобиля. За рулем был работник одной из частных компаний, которая занимается транспортными перевозками. Отходы, по словам водителя, вез из Львова в Киев, но документов полицейским не предоставил. Сказал, все они находятся под горой мусора. Львовский мусор неделю назад обнаружили в Хмельницкой области неподалеку от трассы Киевчоп. Пастух наткнулся на гору отходов на пастбище и легко сумел установить откуда они. Нашел тетрадки учеников львовской школы. А вот это видео опубликовал у себя в фейсбуке луцкий волонтер. Целую гору бытовых отходов он увидел в заповедном лесу неподалеку от села Гаевое. Среди отходов тоже были улики. Несколько чеков из львовских магазинов. После публикации в Кеверцевском районе лесная охрана задержала грузовик с мусором. По этому факту открыли уголовное производство. Стихийные мусорные свалки обнаружили общественные активисты в Николаеве практически в 100 метрах от черты города. Предприятия сюда годами нелегально свозили отходы производства и просроченный товар. Кирилл Ющишин с подробностями. Они себя называют мусорные шерифы. Николаевские волонтеры регулярно объезжают стихийные свалки, перебирают отходы в поисках документов, которые могли бы указать на их хозяев. Когда находят, собирают мусор и везут обратно владельцу. В эти выходные у активистов крупный улов. В воскресенье мы с друзьями приехали посмотреть, посортировать свалку и нашли тут несколько тонн просроченной продукции. Квас. Квас. Вот таких бутылок было несколько тонн. Несколько сотен бутылок еще даже в заводской упаковке среди гор мусора завалялись и накладные. Прямо вот здесь мы нашли кучу документов и отчетных ТТН-ок и документов строгой отчетности, которые указали нам на хозяина этого товара. Товар оказался с местного оптового склада. Все явки и пароли активисты тут же выложили в соцсеть. Передпринимателям пришлось извиняться и оправдываться. Просто водитель один решил сэкономить километраж и деньги и самовольно выбросил это на свалку. Спасибо общественникам, что сигнализировали. Сказали вы на свалку? Я приехал на свалку, а там не приезжают. Мне нечего свалка делать. Водителя, который прикарманил деньги за транспортировку мусора, пообещали уволить, но только после того, как он вывезет все отходы обратно на склад. По словам Сергея, редко когда виновники стихийных свалок признают мусор своим и убирают. Вот, к примеру, горы костей. Вызвали полицию и тоже указывали и писали, какая-то бойня постоянно выкидывает свои остатки производства. Здесь, в этой локации, вот в этой только локации, порядка шести куч по сто голов и реакции никакой абсолютно. Активисты перебрали кости и нашли бирку с номером. Передали ее полицейским. Возбуждено уголовное производство, но нарушителей пока не нашли. Установление идентификующих ознаки этих подходов, которые позволят установить людей, которые, возможно, выкидали этот мусор, и которые причетны к забороднению земли. Впрочем, на помощь полиции активисты не очень рассчитывают. Решили сами по номеру бирки выйти на след мясоперерабатывающего цеха. И обещают, если предприниматели не уберут свой мусор, то волонтеры привезут его под двери предприятия. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. В мусоре утопают и столицам. В Киеве десятки несанкционированных свалок. И практически каждый день люди пишут в соцсетях о появлении новых. Сегодня обнаружили гору мусора прямо на Днепровской набережной в Дарницком районе. А вот рядом улица Сортировальная. Сюда хлам свозят уже несколько лет. В Киев коммунсервисе о существовании старых свалок знают давно. Говорят, убирать там должны хозяева земли и только они за это отвечают. А так как управы на них нет никакой, штрафы мизерные около 300 гривен, никто и не реагирует. Осторожно, злые клоуны. В Германии люди в костюмах и масках нападают на прохожих. Есть пострадавшие о феномене злых клоунов, который родился в США и добрался до Европы. Подробнее Татьяна Лагунова. Берлин, Кёльн, Мюнхен, Дуйсбург, Кахен. Десятки городов и более сотни. А так только за последний месяц. Злые клоуны или как их еще называют клоуны ужаса держат в страхе Германию. Они носят яркие костюмы и жуткие маски. Часто вооружены ножами, битами, дубинками или цепями. Появляются всегда неожиданно. Выбегают на дорогу или выскакивают из-за кустов, чтобы сильнее напугать. Этот феномен родом из США. Именно там несколько лет назад накануне Хэллоуина были зафиксированы первые нападения злых клоунов. И вот волна докатилась до Европы. Полиция Германии призывает к очевидному остерегаться незнакомцев в костюмах клоунов. Не проходит и дня, чтобы хулиганы не нападали на людей. Чаще всего жертвы отделываются испугами, шоком, но есть последствия и посерьезнее. В результате нападений злых клоунов как минимум три человека получили ранения. Один мужчина был ранен ножом, еще двое подростков с травмами от бейсбольной биты. В немецких соцсетях уже создают волонтерские группы. Люди патрулируют улицы и ищут клоунов. Полиция, впрочем, призывает не заниматься самодеятельностью и доверить поимку злоумышленников стражам правопорядка. Сразу после нападения злые клоуны скрываются с места происшествия. Тем не менее, нескольких уже удалось задержать. Все они заявили, что просто хотели пошутить. Но немецкая юстиция такие шутки понимает плохо. Задержанным грозит совсем не смешное наказание. До трех лет лишения свободы. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Битва за Флориду. В Солнечном штате открылись участки для досрочного голосования. И для обоих соперников Трампа и Хиллари победа здесь очень важна. Почему всего один штат может повлиять на судьбу всей компании и что кандидаты делают, чтобы выиграть, знает мой коллега Дмитрий Анопченко. Это вовсе не фрагмент рекламного ролика, а кадры реального события. Вот так, торжественно и даже помпезно во Флориду прибыл человек, которого зрителям представили как будущего президента Америки. Дональд Трамп с воскресенья во Флориде и пробудет здесь до вечера вторника. Встречается, агитирует, уговаривает. Нужен действительно серьезный повод, чтобы кандидат на трое суток выпал из гонки, уделяя внимание одному только штату. Но это тот самый случай. Давайте начнем голосовать. Цифры выглядят феноменально во Флориде. Трамп не преувеличивает. В солнечном штате он действительно идет наравне с Клинтон. И одна из самых главных задач всей кампании вырвать преимущество именно тут. В Америке система запутанная и поэтому кандидат по сути должен выиграть вовсе не национальные выборы, а победить в 50 одних маленьких выборах в каждом штате и столичном округе Колумбия. И здесь вовсе не арифметика важна. Здесь важно в каком именно штате ты победил. Потому что у каждого из них разный вес. Именно поэтому в ходе этой битвы за голоса так отчаянно сражаются Охайо, Пенсильвению и конечно же Флориду. Существуют территории, которые годами традиционно голосуют за демократов или республиканцев. Как ни агитируй, ничего не изменишь. А есть штаты колеблющиеся, без четких предпочтений. Как эта тройка, в которой самый лакомый кусок Флорида, где из 270 электоральных голосов, необходимых, чтобы стать президентом, тут сразу получаешь 29. Это прекрасно понимают и демократы. Вот что, к примеру, передает корреспондент из журналистского Пула Хиллари. Что неофициально говорят люди из ее компании, все ставки сейчас на Флориду. Если она сможет предотвратить победу Дональда Трампа в этом штате, в команде Клиндон считают, что смогут выиграть и президентство. Более того, во Флориде по закону разрешено предварительное голосование, чтобы поддержать какого-то кандидата сейчас, а не восьмого, и особых оснований-то не нужно. Просто приходи. Голосование стартовало в понедельник, и на участках в первые же дни очень много людей. Я заранее голосую, потому что работаю в день выборов. Вот и смогу не отвлекаться. А я пришел сразу, потому что у американцев есть такое право. Хочу, чтобы страна оставалась демократичной. Из 13 миллионов здешних избирателей порядка 40% выскажутся еще до формального дня выборов. Но если в официальный день голосования агитировать запрещено, то сейчас запросто, чем и пользуются оба кандидата. Причем Флорида сейчас разделена вовсе не по партийному признаку. Социологи выяснили, мужчины здесь за Дональда, ну а женщины за Хиллари. Но поскольку в ее штабе принципиально решили не проводить митинги где-либо одновременно с соперником, то Трамп заранее подгадал свой приезд. И остался тут один, как раз к началу досрочного голосования. Правила американской избирательной гонки таковы, что политик может набрать меньше голосов избирателей, чем его соперник, но при этом все равно стать победителем, стать президентом Америки. Для этого важно просто выиграть в правильных штатах. В 60-х годах прошлого века существует правило, уже 50 лет в нем нет исключений, президентом Америки становился человек, который выигрывал в двух из трех колеблющихся штатах Огайо, Пенсильвании и, конечно же, Флориде. Именно поэтому к голосованию в маленьких курортных городках Солнечного штата сейчас приковано такое внимание по всей Америке. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Зачем мировые знаменитости массово пускают с молотка свои джинсы и как можно родиться дважды? Об этом узнаете из нашего обзора. Дважды рожденная в США на свет появился ребенок, которого прооперировали еще в материнском лоне. На 23-й неделе беременности плод извлекли из чрева матери, удалили опухоль на копчике и вернули обратно. Операция длилась 20 минут и прошла успешно. На днях девочка родилась в назначенный срок и без патологии. Мировые знаменитости снимают штаны, чтобы помочь беженцам. Более сотни пар джинсов пустят с молотка, полученные деньги отдадут мигрантам. Среди лотов брюки от Шерон Стоун, Кейт Мост, Элтона Джона и Виктории Бекхэм. За некоторые экземпляры на онлайн-аукционе покупатели готовы продать 6 тысяч долларов. Американская полиция арестовала дерево. Мужчина в необычном костюме, с ног до головы покрытый зелеными ветками, мешал дорожному движению в Портленде. От комментариев задержанный отказался. Причины такого его поведения остаются загадкой. Женщины догнали мужчин в алкоголизме. Ученые из Австралии провели масштабное исследование. Они проанализировали шесть десятков статей, сотни научных докладов. За последние сто лет изучили статистические данные из 36 стран мира и пришли к выводу. Женщины почти догнали мужчин как по уровню употребления алкоголя, так и по количеству проблем, которые сопутствуют этому. Ученые утверждают, привычки меняются вместе с социальными ролями мужчин и женщин в современном обществе. Алкоголизации прекрасного пола способствует также реклама и доступные цены на выпивку. Мощный хук справа омрачил первый гол ганнского футболиста за норвежский клуб «Старт». Денис Антви забил ворота Лили Стрёма и дерзко побежал радоваться к трибунам соперника, за что и отхватил от одного из них. Возвращение из небытия. В Черном море возле болгарского побережья археологи обнаружили более 40 кораблей времен Османской и Византийской империи. Найти судно помогла карта древних морских путей, а современная техника просканировать морскую бездну. Благодаря 3D-съемке исследователи получили фото древних кораблей, некоторые из них прекрасно сохранились. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей UA, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Субтитры создавал DimaTorzok